РАДИО НВ ГОДИНА МИСТЕЦТВА НА РАДИО НВ ОЛЕКСИЙ ТАРАСОВ СКАЖЕНИЕ ПСЫ Здравствуйте, друзья! В прямом эфире Радио НВ Шоу «Бешеные псы» Самая увлекательная программа о кино на планете Земля Хотим сообщить вам, что 25 мая Совсем недавно завершился Каннский кинофестиваль Вероятно, самый престижный киносмотр Авторского кино в мире Из того, что вам точно нужно знать Если вы этого не слышали, мы вам сейчас напомним Что победителем фестиваля стал корейский фильм «Паразиты» прекрасного режиссера Пон Джун Хо Это первый корейский фильм, который взял золотую пальмовую ветвь в Каннах Ваш покорный слуга наблюдал за тем, как развиваются события Я стоял в очередях и смотрел эти фильмы И кроме меня, удивительным образом, там были еще люди И среди них наша сегодняшняя гость Прекрасный человек и главный редактор сайта НВЕ Юэй, Юлия Магафи Юля, привет, спасибо, что ты с нами в эфире Добрый вечер Юля, как это сказать, привернулась на Каннский кинофестиваль После небольшой паузы Мы сейчас обсудим После шестилетней, на самом деле Да-да, после шестилетней паузы Мы сейчас обсудим ее личный опыт Прогуляла пять фестивалей Пять фестивалей прогуляла Почему мы говорим про Канны? Потому что, вероятно, все самое важное происходит там Ну и, собственно, да, в Каннах задаются тренды И мы первыми смотрим кино Которое потом, в течение всего года Будут смотреть во всем мире На всех экранах Которое будет уже в следующем году выдвигаться на Оскар Ну да, конечно И самых громких премьер Ну, по крайней мере, премьера, на которую мы пытались попасть Было попасть сложнее всего Два с половиной часа провели в очереди Это был фильм Квентина Тарантино Однажды в Голливуде Все это мы обсудим Обязательно, да Есть там, например, хороший русский фильм Который взял призы Есть хороший украинский фильм Домой на Римана Алиева Который участвовал в программе Особый взгляд Первое, что я хочу спросить Ты вернулась спустя шесть лет на Каннский фестиваль Твои впечатления? Что-то поменялось? Из личного было ли тебе сложнее, проще? Что поменялось, короче? Если честно, не поменялось ничего То есть, в смысле кино, понятное дело Все круто Очереди все такие же огромные Но я за пять пропущенных фестивалей Забыла, какой на самом деле Это стресс постоянный Потому что я вот хочу немножко Прояснить ситуацию Для тех, кто нас слушает И для тех, для Каннский кинофестиваль Это красная дорожка С улыбающимися звездами В красивой одежде И почему-то все предполагают Что если ты едешь работать На Каннский кинофестиваль То ты там где-то ходишь рядышком Просто тебя не фотографируют И твои фотографии не выкладывают Во всяких информагентствах И все остальное На самом деле все обстояло совершенно не так Когда на следующий день после открытия Канн Я как раз включалась в эфир Радио НВ И меня спросили Первый вопрос был во время включения Ну а как там платья на красной дорожке? А я не знаю какие там платья Потому что я в это время Вместе с тобой Стояла на первой конкурсной программе Да, это был фильм Джима Джармуша Мертвые не умирают Мертвые не умирают Совершенно прекрасное кино И я прорывалась на небо То есть на первый показ Который шел параллельно С официальной церемонией открытия И собственно Все остальное время Оно проходит точно так же Просто как-то за Шесть лет без этого Вот все эти ощущения сгладились Но сейчас они все вернулись Притупились Да, немножко притупились Но сейчас они вернулись И ты обычно встаешь Чуть раньше 7 утра Ты идешь на первый показ В 8.30 утра Потом обычно проходит пресс-конференция Главного режиссера дня условно Фильм, которого представили Вот вчера вечером на красной дорожке И по большому счету, конечно Это можно прочитать у других Но если это кто-то крутой Типа Альмадовар или Джармуш И тебе хочется попасть самому Потому что, во-первых Побыть на расстоянии Нескольких метров от Джармуш Я считаю, что это дорогого стоит Или от Альмадовара Да, во-вторых Вдруг ты захочешь Написать куда-то цитату Пройти не поднимая глаз У меня сейчас цитата Как же там, черт Не могу вспомнить Но тут тоже нужно сказать Для того, чтобы попасть На ту же пресс-конференцию Петра Альмадова Тоже нужно было выстоять очередь Нужно выстоять очередь Приблизительно около часа Это все занимает Чуть больше, да И потом после пресс-конференции Ты пишешь какой-то текст Или ты записываешь стендап Потому что я впервые В Каннах вела видеоблоги Ну вроде бы все мне Я надеюсь, что не из жалости Говорят, что понравилось Но это был прекрасный опыт Я думаю, что не из жалости Но сейчас выглядит так Что мы биткаемся Потом мы биткаемся Это разводы по рукам Да, и вот все И еще у меня спрашивали Ну что-то там покупалось Ну что-то там устрица, наверное, ела Нет, на самом деле Мы все время Все время по большому счету Работали И домой приходишь Либо ближе к 12 Либо еще позже После позднего показа Но это все, что ты видишь И все вот эти вот ощущения От того, что ты реально первый Первый смотришь Ну вообще лучшее кино в мире Оно сглаживает абсолютно все И я еще хочу добавить О том, что на самом деле Самая большая роскошь в Каннах Это сон Вот Дело в том, что это правда Чтобы вы понимали Только на Каннском кинофестивале В смысле там, где журналисты смотрят Там от 4 до 7 фильмов в день Я как-то посмотрел 7 Выспаться Это лучше, чем секс, еда и путешествие Я лично так для себя сформулировал Да, я абсолютно поддерживаю К чему мы все это говорим Мы это говорим потому, что Это тяжелый труд Да, Каннский кинофестиваль Это, несомненно, тяжелый труд Но, с другой стороны Это, ясное дело Это привилегия И даже когда ты стоишь В очереди под дождем Ты понимаешь На фильм какой-нибудь Ты понимаешь Что ты просто тупо выиграл в лотерею Потому что ты здесь И они, например Ведешь Трансляцию Инаугурации президента Ну да, мы пропустили Инаугурацию президента Находясь в это время в Каннах Конечно, мне кажется Это лучший вариант Действительно мы победили В этом плане Выиграли лотерею Это было все наше Как это там 6 из 36 Какие-то такие вещи Ну, насчет Канн Что важно Действительно Это там самый сумасшедший драйв То чувство Что вы попадаете На фильмы Людей, которые специально Для Каннского фестиваля Делали это кино И мы говорим О таких величинах Как бельгийцы Братья Дарден Как испанец Педро Альмадовар Как британец Кен Лоуч Который на самом деле Ничего не получил В этом году Но, по-моему Снял свой лучший За 10 лет фильм Прекрасные китайские режиссеры Из интересного Вот из того Что я лично Как это сказать Пытался для себя Сформулировать Чем закончился Каннский фестиваль И то, что Может быть Будет интересно Нашим слушателям Что Поднялась Новая волна Бразильского кино Дело просто в том Что Вторая по важности Программа Каннского фестиваля Называется Особый взгляд Именно там Участвовал фильм Наримана Алиева Домой Там победило Кино Это такая прям Мелодрама Она называется Невидимая жизнь Ее режиссер Карим Айнуз Она О двух сестрах Которых разлучают Значит 1950-е Бразильские Да Они как-то не могут Найти друг друга Это экранизация Большого романа Это в общем Главный приз Особого взгляда И в основном конкурсе Победил такой Совершенно Дикий Кровавый триллер Он называется Бакурау Там два режиссера Жулиана Дарнель И Клибер Мендон Софильо Но штука в чем Я смотрел Церемонию закрытия И один из Авторов Фильма Бакурау Он сказал Что знаете что Бакурау не победил Он получил приз Он получил приз Конечно Но это Суперважный приз Да И мы говорим Про бразильское кино Он сказал что Знаете что Я же был Тем самым Журналистом Который стоял В этих очередях Я был тем самым Журналистом Который удивлялся Новым фильмом И вот то что Я сейчас нахожусь На сцене Он употребил Совершенно конкретное Слово Майндфак Да я как раз Как раз вот Продолжаю Эту историю Когда он меня спрашивает Ну что ты Пойдешь там Вечером на церемонию Закрытие Вот На которую вообще Попасть невозможно Никому Я говорю что Я на нее попаду Когда я Сниму полнометражный фильм И вот берут В основной конкурс Каннского кинофестиваля Как вы видите С кем-то это случается Конечно Вот один из Вот один из тех людей То о чем много говорят Про Канны Да Это о том Что сейчас Они движутся Ну как и весь мир Да В сторону некой Я думала ты скажешь Катятся в тартарары Но нет Слушай Они может быть В чем-то и катятся В тартарары Это мы тоже обсудим Но там Не то чтобы политической Корректности Но как минимум Там равен Гендерного равенства Да Один из Одна из важных вещей Этого фестиваля Четыре Четыре женщины-режиссера В основном конкурсе И насколько я знаю Такого большого количества Не было Не было в основном Конкурсе вообще Вот Никогда И это конечно Да Большое 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 отличие Потому что там обычно На Каннском кинофестивале И до недавних пор В бизнесе И во всем мире Правили Собственно Белые режиссеры Мужики И так было всегда Но сейчас Все-таки Наконец-то Эти изменения Которые уже коснулись Всего Дошли до основного конкурса Ну ты знаешь Если спросить Вот Поговорить с Женщинами-режиссерами Да Это значит У меня тоже тут все выписано Значит Это была Джессика Хаузнер Это австрийский режиссер Французский режиссер Селин Скьяма Она получила Приз За сценарий Фильма Девушка Портрет девушки в огне Да И квир Пальмову Ветов Да-да-да Это такой ЛГБТК приз Потом была Значит Сенегальская Дебютантка Мати Диопа Она сняла свой Полнометражный первый фильм Она получила Гран-при То есть второй по важности Фильм За драму Атлантика И была Значит Режиссер Жюстин Трие Она сняла фильм Сибил О том как трудно жить И не сбухаться Если спросить Любого из этих режиссеров Начать говорить про квоты Они страшно обидятся Они будут говорить Знаете что Ну Для нас не важно Что мы женщина-режиссер Или не женщина-режиссер Я бы тоже обиделась Возможно я бы даже полезла в драку Если бы у меня об этом спросили Так что я их совершенно поддерживаю в этом Потому что Вот вопрос Это вопрос Они попали потому что Есть давление со стороны общественности На Каннский фестиваль Или они попали потому что Они классные фильмы сняли Я на самом деле думаю что Все таки Каннский Каннский кинофестиваль Я бы Ну Он достаточно такая Вот как Организация Объединенных наций Да До недавних пор Мне кажется Это была Ну такая Достаточно Консервативная То что называется Консервативная конструкция Достаточно консервативная организация И Скорее всего Я не буду не права Если скажу что Они решили Что все таки нужно Нужно каким-то образом Следовать трендам Потому что Женщин которые снимают фильмы Становится все больше И на это просто нельзя Закрывать глаза И продолжать Брать в основной Конкурс фильмы Которые сняли Которые сняли Режиссеры-мужчины То есть С одной стороны Это тренд Но с другой стороны То что мы увидели Мы увидели Очень классное Очень качественное кино То есть Снятое Режиссерами Ну то есть Все что попало в конкурс Попало абсолютно заслуженно И Ну понятно Да Наконец-то им пришлось Подвинуть Вот этих метров С Окладистыми бородами И наконец-то Как это сказать Уступить место женщинам Не в том смысле Потому что Это просто нужно Потому что фильмы хороши Какой из четырех фильмов Тебе понравился больше всего Которые женщины сняли Мне больше всего Понравился Наверное Мне понравился фильм Селин Скиамы Французской режиссерки Сейчас нужно говорить О Об отношениях О Внезапно вспыхнувшей любви Двух девушек В 18 веке Но Несмотря на то Что такой фильм Ну Немножко Точнее Очень сильно Романтический Немножко Драматический Но в то же время Это фильм С таким Очень-очень сильным Феминистическим посылом Ну да Селин Скиама Ну на самом деле По меркам возможно Украина Это что-то Можно сказать Что в этом есть Что-то скандальное Там Опять же Чтобы наши слушатели Понимали Немножко Расскажу сюжет У нас осталось Там около 40 секунд До следующего Выпуска новостей Во Франции 18 века Такую Бедную Аристократку Хотят выдать замуж Она не очень Хочет замуж За неизвестного Мужчину из Миланы Которого она Никогда не видела Положено В это время Значит Отправить жениху Свадебный портрет Вот портрет невесты Она отказывается Для него позировать Поэтому Как я понял Как селфи сейчас Да Конечно Да-да-да Ну там не селфи А вот наоборот Знаешь Должен быть какой-то Инстамуж у нее был Должен быть тогда И в общем Выписывают Девушку из столицы Которая должна Тайком нарисовать Этот портрет Этот фильм Возможно Скоро мы сможем Увидеть в Украине Когда это произойдет Вы узнаете После выпуска новостей У нас Программа Бешеные псы В прямом эфире Радио НВ Здравствуйте, друзья Это программа Бешеные псы В прямом эфире Радио НВ У нас в гостях Главный редактор Радио НВ Юлия Макгафи Добрый вечер Она находилась На Каннском кинофестивале И она И я Мы смотрели фильм И следили за программой И следили за тем Что там происходит И сейчас говорим о том Какое Не знаю Влияние Какие тенденции Что в общем Произошло на Каннском фестивале И как с этим жить Мы буквально Перед паузой Разговаривали о том Что Скажем Фильм Французского режиссера Расселинские ямы Портрет Девушки в огне Может таки Попасть в Украину Благодаря Одесскому кинофестивале Конечно Знаешь ли ты Что еще Может попасть В украинский прокат Что увидят Украинские зрители Наверняка То есть Это как бы К гадалки не ходи Это будет новый фильм Квентина Тарантино Который в этом году Был в основном Конкурсе Канн И ничего не получил Вообще Ничего не получил Кроме Пальмдог Золотой пальмовой собачьей ветви Приз за лучшую собаку в фильме За лучшую собаку в фильме На Каннском кинофестивале И тут важно Что Тарантино Лично пришел Получать этот приз И сказал Что он Благодарен за этот приз Что Он ему рад даже больше Чем Золотой пальмовой ветви За лучший фильм И приз получила Питбулиха Брэнди Ну вернее В фильме Есть персонаж Питбулихи Брэнди Она Такой верный спутник Героя Брэда Питта Он играет Каскадера На самом деле Как я прочитал Оказалось Что Триппитбуля Триппитбуля играли Брэнди Целых Я поняла Ну собака Намного вменяемая Намного более вменяемая Чем все герои фильма Ну она прям очень Да Она очень Какая-то вежливая Дрессированная Мы не будем спойлерить Сам Квентин Тарантино Попросил не спойлерить В отличие Например От Леонардо Ди Каприо Героя Леонардо Ди Каприо Его кстати Возможно Его номинируют За эту роль На Оскар Мы это уже посмотрим Ну вот Да Это будет точно И Тарантино будет в прокате Восьмого августа Восьмого августа У меня записано Кажется Да точно Точно Да Видишь Ты все Ты все помнишь Я очень Я очень надеюсь Что в какую-то Из программ Либо на ОМКФ Либо Артхаус Трафик Привезет Джима Джармуша Да Потому что это Ну в принципе Икона Авторского кино И Ну Я не понимаю Как не привезти Джармуша Я на это Ну потому что На самом деле В фильме Сыграли прекрасные актеры Да То есть на которых Пойдет большой зритель Это В смысле Не большой зритель А зритель в больших количествах То есть Это Билл Мюррей На покерфейс Которого можно смотреть бесконечно Да Это Это Тильда Суинтон Ну Адама Драйвера у нас Немножко меньше знают Но это сейчас Один из любимых Актеров Джармуша И это Игги Поп Я считаю Что это вообще Прекрасный персонаж Который Сыграл в этом фильме Зомби И вот для этого Практически Не пришлось гримировать Вот На это стоит посмотреть Опять Чтобы понимали наши слушатели Это фильм о том Как на маленькие Кородок Вдруг внезапно Обрушивается Получище зомби Восстание зомби Да Они встают С кладбища Из могилы И в общем Начинают атаковать живых Джармуш Ну Джармуш Режиссер знаковый Поэтому я уверена Что его Да Ему привезут Слушай А я тебе скажу другое Я сегодня общался Немножко с Директором фестиваля Юлией Сенкевич Она сказала Что да Они значит Ведут переговоры И среди переговоров То есть того Что они хотят показать Это вот Селинск Яма Да Это фильм Педра Альмадовара Новый Боли Слава Ну вот я как раз Хотела сказать Об Альмадоваре Которому я считаю Ну По большому счету Должны были дать Золотую пальмовую вет И не дали Почему Потому что у него нет Нет Почему мы должны были дать Золотую пальму Я не хочу Чтобы он получал Золотую пальму Через 20 лет Дряхлым стариком За lifetime achievements Потому что он Совершенно гениальный режиссер Который снял Ну прекрасное кино И На самом деле Очень крутое Опять нужно Объяснить нашим слышателям Что на самом деле Приз за этот фильм Получил Антонио Бандерас Это тоже такое Да он получил приз Это тоже такая история Успеха Которую он шел довольно давно Да Сколько ему уже Кстати странным образом Мы так не заметили Но ему уже по-моему под 60 Да Альмадовару 70 Альмадовару 70 Я просто Когда читаю эти цифры Я Мне кажется Я начинаю Сходить с ума На самом деле Понимать Как быстро Течет время Фильм Педра Альмадовара Боли Слава Рассказывает о кинорежиссере Это в некотором роде Автобиография Ну не совсем конечно Он рассказывает о кинорежиссере У которого много проблем Со здоровьем И он пытается решить Как мне кажется Простив непрощенные обиды То есть он возвращается К каким-то моментам В своей жизни Которые как бы остались Повисли в воздухе Да Какие-то конфликты Не знаю С мамой С актером С которым он поссорился 30 лет назад В общем это действительно Одно из Самых таких Как это сказать Не знаю Романтичных Неромантичных фильмов Ну в общем Это один из тех фильмов Который произвел Большое впечатление На критиков На критиков Да Критикам он очень понравился Как и фильм Паразит Который получил Золотую пальмовую веру Все-таки не Паразит А Паразиты А Паразиты А Паразиты Паразиты Вот Ну Просто Альмадовар Это Бог В кино Поэтому И его Ну его на самом деле Тоже Привозят Я думала Что Вот Из того что я знаю На самом деле Фильм Альмадовара Будет прям в прокате Он сейчас заявлен На 18 июля Ну я не думаю Что это будет прям Точно так же Как фильм Мстители Но в любом случае Он Должен пройти Потому что Он принадлежит Права на него Принадлежат компании Вольга Компания Вольга Уже показывала Фильм Альмадовара До этого Так что Велик шанс Что мы его увидим Кроме этого Еще того что мы увидим В прокате Скорее всего В программе Неделя критики Участвовал такой хоррор Он называется Виварий Там снимаются Американские актеры Джесси Айзенберг Ну вот Я его пропустила Да-да-да И Это история о том Как молодая Пара Еще не супружеская Просто молодая пара Попадает в такой Пригород С одинаковыми домами И не может Оттуда выбраться Это реально Фильм ужасов Ей Этой паре Приходится Выращивать ребенка Которого им Подбрасывают В картонные коробки И по-настоящему Это такая сатира На то Какой же ужас Знаешь Вот эти Постоянные будни Постоянные семейные будни В аккуратном домике В пригороде С ребеночком С завтраком По расписанию В общем Об этом фильм Он принадлежит Права на него Купила Кажется компания UFD Вот Еще из того Что я знаю Наш Один из Любимых Кинопрокатчиков Артхаус Трафик Ведет переговоры О том Чтобы купить Паразитов Понжун Ходли Чтобы выпустить В прокат Потому что Это золотая пальмовая ветвь Ты знаешь Золотая пальмовая ветвь Вообще не работает в Украине То есть Вы получаете Золотую пальмовую ветвь Ваш фильм прижает в Украину Никто его не смотрит На него приходят Три человека Да Второе Из того что я знаю Там тоже показали В программе Конкурсный Триллер Такой Или хоррор Как его назовешь Маленький Джо Джессики Хаузнер Да Но я бы назвала это Псевдофилософским таким кино На самом деле С одной стороны Прекрасным совершенно Ну С другой стороны Достаточно Примитивным По своим посылам Но Оно Очень интересное Очень красиво сделано Там Актриса получила Приз Приз собственно За лучшую женскую роль За лучшую женскую роль И тоже нужно объяснить Нашим слушателям Что это фильм о том Как в одной лаборатории Выращивают цветы Запах которых Как это Девать людей счастливыми Но пустыми внутри И еще Да Это собственно Это кино Об обнюхавшемся человечестве Как я говорю Цветами Об обнюхавшемся человечестве И возможно Это какая-то сатира На антидепрессанты В смысле На пульт антидепрессантов И вот еще Значит Ведет переговоры Артхаус Трафик Чтобы показать украинцам Фильм Кена Лоуча Он называется Извините Что мы вас не застали Это такая Социальная драма Очень простая По своей структуре Там есть Довольно счастливая Семья Рабочего класса Глава семейства Берет Что он берет Он берет большой кредит Чтобы Значит Купить фургон И устраивается На работу На такой Как это сказать Безразмерный Ненормированный График В службу Доставки В общем Это прям Очень трогательное Кино За время которого Кен Лоуч Делает для вас Родными Четырех Совершенно вам Неизвестных Людей Это играют Не все Дебютанты В кино Впервые Впервые Что ты Больше всего ждешь Что тебе Больше всего нравится Что бы ты Хотела увидеть В украинском прокате Я бы хотела Наверное Я бы хотела Все таки Чтобы Хоть где-нибудь Хоть один или два раза Показали Показали этот фильм Атлантика Да Который получил Гран-при Это на самом деле Ну это Огром Это второй приз После золотой Пальмовой ветви Как ты уже говорил Это Первое кино Во всей истории Каннского кинофестиваля Из основного конкурса Который Который Сняла Темнокожая женщина Собственно Режиссера Сенегала Режиссера Сенегала Да Ее называют режиссером Сенегальско-французского Происхождения И Она получила Она получила Гран-при То есть с одной стороны Ну давай уже Поговорим еще немножко О политкорректности Да Естественно Еще до того Как фильм получил Гран-при Все говорили Что вот ему что-то дадут Ему что-то дадут Потому что это Темнокожая женщина Потому что Это ее Это ее дебют Ну На самом деле Вот даже если Если бы мы не знали Что этот фильм сняла Женщина Африканского происхождения То фильм На самом деле Очень Очень такой Очень такой Впечатляющий О чем это кино Да Это кино Это кино О людях Которые работают На стройке В очень-очень Бедной Африканской стране Им не платят И они Естественно Садятся В Часть из них Садятся в водке И они плывут В сторону В сторону Италии В сторону В сторону Греции То есть Плывут В Европу В Европу Да Часть Ну как бы Мужчины уплывают И часть девушек Тоже Часть девушек Остается И На фоне Ну то есть Такая Социальная С одной стороны Социальная С другой стороны Очень Сильная Романтическая история Я вот Как бы Очень Респект Большой режиссеру Которая На фоне Ну Такой Жесткой Социалки Да Как говорится Не Испортила Я бы сказала Украинскую Несс Поплюжила Вот такую Очень-очень Мощную Линию Там есть Мистическая Линия Потому что Погибшие Эмигранты Превращаются В призраков Которые потом По-настоящему Помогают Тем Кто остался Оставшимся В живых И на самом деле Все это Превращается В такую На самом деле Очень крутую Ну Очень крутую Качественную Картину И Я бы сказала Что это Ну Я Как я говорю Я не настоящий Кинокритик Да Но это кино Как раз кино Из основной программы Кан Которая на зрителя Вот Ну На зрителя Вдумчивого На зрителя Который любит Хорошее кино Оно на него Несомненно Произведет впечатление Поэтому Если вы Заметите Что оно где-то Будет В рамках Кинофестиваля В рамках показа Бегите на него Бегите Смотрите Потому что Для вас это будет Ну Я очень не люблю Шаблонов Ну Не глоток свежего воздуха Глоток хорошего виски Там Не знаю Все что угодно Но Это кино Которое нужно смотреть В общем Из интересного Фильма Атлантика Мати Диоп Взявший Гран-при На Каннском фестивале Тут же Купил Нетфликс То есть Мы увидим Его На Нетфликсе Он появится На стриминговой платформе Пока что Неизвестно когда Для этого Друзья Вам нужно конечно Оформить Подписку На Нетфликс Там из Интересного Немножко тревожного Есть ряд стран Права на которые Нетфликс не купил Там обозначены Франция И там обозначена Россия Меня иногда Пугают такие вещи Потому что Украину как-то Не очень В этом плане Котируют Да То есть Если бы Не знаю На Украину На территорию На нашу Не купили этот фильм Возможно бы Этого не указали Но Может такое быть Что Если кто-то В России То есть Российский прокатчик Купил Права на всю Не знаю Постсоветскую Бывший Какой-то СНГ Как это называется Ну в общем Неважно В общем мы будем надеяться Что на самом деле Украина входит в этот список Мы сможем посмотреть на Нетфликсе Еще знаешь что они купили Мы с тобой Мы с тобой посмотрели В один из последних дней Мультфильм Который победил В программе Неделя критики Он называется Я потеряла свое тело Пророку Которая путешествует По Парижу Ищет своего хозяина Ищет своего хозяина И вокруг этого Разворачивается Ну разворачивается История И любовная И романтическая И опять же Социальная И этот фильм Снят в манере Вот этого Как этот мультфильм Персиполис Да Персиполис Это один из Ну Снятых Неми Адзаки Мультфильмов Который произвел на меня Когда я его посмотрел Неизгладимое впечатление То есть Трои с Простоквашиной Не произвели на тебя впечатление Нет Я говорю о том Что было после того Как я Закончила школу Да И Вот этот Вот этот мультфильм Тоже очень Да Очень крутой Его стоит посмотреть И он Вообще было очень много Мультфильмов в Канах В этом году Да Кстати Только в особом взгляде Там были Ласточки из Кабула Я кстати второй Совсем ничего про него не знаю Потому что я его Все-таки пропустил В общем Одним словом Нетфликс Друзья Купил два фильма Это Атлантику Матидиоп Гран-при Фестиваля И Я потеряла свое тело Мультфильм Про руку Который ищет хозяина В Париже Я вот думаю Что и я И Алексей На своих ресурсах Будем Если что Будем держать вас в курсе И сообщать о том Что из Каннских Из Каннских Хороших фильмов Будет выходить В украинский прокат Мы обычно пишем У нас приблизительно Есть минута Для того чтобы Обсудить супер важную тему Нетфликс и Канны Они же очень сильно борются Нетфликс не отдает туда Свои фильмы Канны говорят о том Что знаете Если вы не собираетесь Показывать их кинотеатры Если у них этого фильма Нет французского прокатчика То вы не сможете Показывать на Каннском фестивале Свое кино Тем не менее Как ты считаешь У нас есть там 30 секунд Чтобы на это ответить Канны могут победить В этой войне Нет Я считаю что Канны Не смогут победить В этой войне Потому что Ну стриминговые платформы Да Тем более такие Как нет Ничего не остановят И в конце концов Рано или поздно Рано или поздно Канны сломаются И перестанут Вот это вот Свои все Упскейл Штучки Высоколобые Сейчас мы Сделаем такую Драматическую Паузу Это мое Это мое Это мое мнение Я руководствуюсь Единственное что там Своими какими-то Представлениями О будущем Друзья Это программа Бешеные псы В эфире Радио НВ У нас в гостях Главный редактор Сайта НВЮ Юлия Магафи Мы вернемся После выпуска новостей Друзья Здравствуйте Еще раз Это программа Бешеные псы В эфире Радио НВ В прямом эфире Радио НВ У нас в гостях Главный редактор Сайта НВЮ Юлия Магафи Мы говорим о том Что показали На Каннском фестивале Что мы сможем увидеть Уже скоро Или не сможем увидеть В общем Одно из самых ярких Премьер Канн в этом году Конечно же был Во всем смыслах Мюзикл Рокетмен Человек-ракета Да Его пока Это кино О Белтоне Джоне Такая фантазийная Его биография С красивыми Мюзикловыми номерами Штука в том Что это стало Такой передышкой Между трехчасовыми Драмами О поисках Бога Каких-то моральных Дилеммах В общем критики Как светская публика Могли немного отдохнуть 6 июня Выходит в прокат Да На самом деле Я бы не сказала Что это Ну понятное дело Что фильм был показан Вне конкурса Это абсолютно Это абсолютно Не фестивальное кино Это кино Для больших экранов Это кино Для Собственно Для вас Для всех Я тебе скажу Бакурау нет Я же второй человек В этой стране После тебя Который топит Топит заканы Поэтому Я просто Без попутал Хорошо Хорошо Как тебе Рокетмен Ну я бы сказала Что это Это феерично Это Это прекрасно Если вы любите Элтона Джона Вообще Не читайте критику Просто идите на него Смотрите Это очень весело Фильм начинается с того Буквально минута Как Полминутки Об этом скажу Как Элтон Джон В костюме Рогатого ангела То есть ангела-дьявола Врывается на заседание Собственно Клуба анонимных алкоголиков И говорит Что Меня зовут Элтон Джон Я Алкоголик Я нюхаю кокаин Я одержим сексом И собственно С этого начинается фильм С этого начинается фильм И в котором рассказывается Первая часть Жизни Элтона Джона Которая была Самой бурной Самой насыщенной И там даже Даже какие-то вещи Которые Немножко пугающие Они все равно Происходят под Жизнеутверждающую музыку И тебе конечно После этого фильма Хочется переслушать Элтона Тебе хочется Еще раз на него Посмотреть Вообще обнять У нас не было Такой возможности К сожалению Но весь следующий день Высоколобые критики Журналисты Продюсеры Просто светская публика Напевали песни Элтона Джона В диапазоне От Your Song And You Can Tell Everybody До I'm Still Standing Удивительным образом Я никогда об этом не думал Но клип на песню I'm Still Standing Такая она Значит очень Жизнеутверждающая Был снят Именно в Каннах Еще из такого интересного То о чем много говорили В этом году Золотую пальмовую ветвь За вклад в кино Дали Алену Дулону Но при этом Ряд активистов Выступили против того Чтобы ему его награждали Они говорили о том Что он же ненавистник Что есть несколько примеров Того как он бил женщин Да гомофоб Гомофоб Он ненавистник Причем он да Не скрывал своих Вот как с этим быть Допустим Ну кстати Канны ответили очень красиво на это Они сказали Слушайте Мы же не даем ему Нобелевскую премию мира За политкорректность Мы отмечаем его как актера Как ты думаешь Вот это вечный вопрос Можно ли разделять Как это сказать Человека и художника Ну я в данном случае Я в данном случае Скажу честно Что я Несмотря на то что Несмотря на то что я Ну достаточно прогрессивный человек И поддерживаю Борьбу за права Вообще всех У кого их недостаточно В случае с Далоном Я об этом думала Когда смотрела На этого Плачущего Восьмидесяти трехлетнего Да Старика Он Я Ну Зная Мы все знаем О его вкладе в кино Да Он был для нас Вообще Для всех Очень долгие годы Олицетворением Да Всего что связано С иностранным кинематографом Он снялся В Куче фильмов И Роковой красавец Я бы не устраивала В случае с такими Стариками Как Делон Да Я бы не устраивала В данном случае Киноиллюстрации Это очень неправильно Потому что Он начинал работать И он жил в обществе В котором Это было Совершенно нормально И сейчас Когда Ну то есть Меня там могут упрекнуть Что а что Что не надо было Там вылавливать Нацистских преступников Например до последнего И наказывать их Давайте не сравнить Делон с нацистским преступниками Я просто говорю Ну вот я смотрю А в чем Меня там могли обвинить Кто-то Ну с более радикальными С радикальными взглядами То есть Делон Делон жил в обществе В котором это было нормой Для него это нормально И возможно он Собственно Вообще Не очень хорошо Понимает Да В чем его В чем его обвиняют Потому что Тогда все было так Понятное дело Что общество Очень сильно изменилось Но он В какой-то период Истории человечества Да В которой все было Ну собственно Когда общество Было гомофобным Да Когда я не говорю Что там Бить женщин Это было правильно Но Мы знаем Что в лучшую сторону Да Изменилось Ну собственно все Но уже он Делон жил Делон жил в той эпоху И поэтому вот его Честно в данном случае Его нужно простить Да И собственно Я считаю Что ему Пальмовую ветвь За вклад В кинематограф Дали Дали заслуженно И В данном случае Ну вот Надо Вот таких как он Оставить в покое Ну это был один Из самых трогательных Моментов Каннского фестиваля На самом деле Он расстрогался Он плакал Я начала об этом Рассказывать Сейчас сама расплачиваюсь И более-более того Перед этим Мне кажется Еще лет Там 7-8-9 назад Он давал такое Душераздирающее интервью О том что он одинок У него никого нет В общем одним словом Ну то есть если мы сейчас Он сделал какие-то Совершил какие-то ошибки Да И разумеется Я думаю что и сам Он в этом раскаивается И разумеется Он Ну слушайте Время прошло Его нельзя вернуть Ну например там в 70-х годах Я же не говорю что было хорошо Но кто-то Вся Америка в открытую Принимала ЛСД Да Было нормально там Хватает женщин Извините за задницу на работе Понятное дело что сейчас Такого там нельзя себе представить И сейчас за это нужно вообще Бить по рукам Хотя по-прежнему Хватает женщин за задницу И некоторые женщины не против Просто Просто все очень сильно изменилось Очень сильно изменилось И поэтому Ну вот он оттуда И он вот сейчас здесь В этом В новом обществе Да В гораздо более прогрессивном Ну В правильном отношении Там ко многому С моей точки зрения Ну вот он такой Старый Одинокий И при этом Все равно легенда И человек который Сделал очень много для кино Давай поговорим Про феномен Тарантино Потому что Квентин Тарантино Наверное Самая большая звезда В Каннах Опять нужно объяснить Нашим слушателям Что кроме того Что нам было сложно Как журналистам Попасть на показ его фильма Однажды в Голливуде Он выйдет В украинский прокат Восьмого августа То есть мы посмотрели Его фактически Почти за три Ну хорошо За два с половиной месяца До мировой премьеры Да такой большой Так вот Кроме этого Тарантино Как известный Синий фил Он ходил просто Вот банально На показы кино На премьеры Да вот например Он ходил Он пришел на китайский фильм Озеро дикого гуся Причем его никто не ждал Мы еще шутили Что вообще Что это за красная дорожка Но пришла команда фильма Больше никто не пришел И тут тадам Раз такой Идет Квентин Тарантино Потому что она заходила после Так вот Как ты Короче Давай поговорим про фильм Однажды в Голливуде Я думаю все его очень ждут Все очень любят Тарантино Я очень не хочу Я очень не хочу на спойлер Я уже сказала Не спойлерить нельзя Ты что Да вообще Вообще ни в коем случае Об этом фильме Вообще нельзя сказать Ни одного лишнего слова И поэтому на пресс-конференции Тарантино вообще был Такой немножко напряженный Чтобы как говорится Не сбалкнуть лишнего А перед этим же вышло заявление О том он попросил Журналистов не спойлерить Ничего не рассказывать Чтобы никак не испортить Зрительский опыт По просмотру этого фильма Фильм о том Я коротко совсем скажу Конечно Это 69-й год Есть два главных героя Такой актер Который уже играет Злодеев в теле мыле В чем попало Да-да-да Его играет Леонардо Ди Каприо В исполнении Леонардо Ди Каприо Есть его Фактически это его лучший друг Каскадер Шофер Там слесарь В общем такой Мальчик по поручениям Его играет Брэд Питт И буквально вот Рядом с домом Леонардо Ди Каприо Селится очень модная пара Этого времени 69-го года Это режиссер Роман Поланский Который как раз снял Ребенка Розмари И его молодая Тогда мы уже Можно сказать Что беременная Жена Шарам Тейт И в 69-м году Ее убьет Банда Ну члены банды Чарльза Мэнсона Это очень важный Очень переломный момент В жизни Америки Потому что Таким образом Это то что Потрясло кинематограф Конечно Таким образом Завершилось Вот это такое Длинное Лето любви 60-х И Тарантино Очень с большой Любовью Восстанавливает Все вот эти Такие Важные Киношные Как это сказать Достопримечательности Вот что я хочу сказать Мы с тобой видели Этот фильм Мы слышали Что о нем говорят Кто-то Кто-то немножко Кривил носом В том смысле Что Тарантино Не тот Но Тарантино Все еще Тарантино И нужно просто Перестать Мне кажется Сравнивать Его новые фильмы С криминальным чтивом Нужно просто Перестать Как бы запретить Это делать И у меня сначала Тоже была такая реакция Ну там Как бы Сэм Сэм Боссом Средним три Но я если честно Я вот с этим Несколько дней Прожила Думала об этом И На самом деле Хорош Очень хорош 100% На самом деле Это как мне кажется Такой best of Тарантино То есть С одной стороны Это сборник всего лучшего Что Тарантино делал С другой стороны Это мое личное мнение Это как CD-диск Golden VIP Collection Знаете Такие продавались Лучшие любимые Только для вас Диск Краща Ирины Билок Диск Абба Голд Но штука в том Что Лично мое впечатление Что он Слишком сильно цитирует Самого себя И это круто На самом деле Он имеет на это право Зрители этого даже Могут и не заметить И они получат Большое удовольствие От этого фильма Но мне кажется Он лично как режиссер В этом фильме не растет А тут еще момент в том Что это его девятый фильм А он же сказал Что он снимет 10 И уйдет на покой Что мы будем делать Что мы будем делать Я не знаю Но я думаю Что он не сможет остановиться Потому что он все еще Мне кажется Полон сил Он не сдуется Он не сможет остановиться Ну посмотри на него Да вообще Бодрячко Молодая жена И вообще все у него отлично Там еще снимать и снимать Снимать и снимать Совсем коротко Несмотря на то Что в этой программе Мы говорим о фильме Домой на Римана Алиева Чуть ли не чаще Чем олигарх Игорь Коломойский Дает свое интервью Дает интервью конечно У нас был в гостях И режиссер Нариман Алиев И продюсер Владимир Яценко И исполнитель главной роли Ахтемса Итаблаев Мы должны сказать об этом фильме Потому что на самом деле Очень хорошо приняли Как минимум на премьере Мы были свидетелями того Что после того Как это закончились титры И включился свет Ему очень долго аплодировали Минут 10 Минут 10 ему аплодировали Реально очень давали Да, ему аплодировали И на самом деле Люди, которые его видели Видели впервые А это было подавляющее большинство Кроме съемочной группы И меня И Алексея Тарасова Да, выходили Выходили со слезами на глазах На самом деле Это такой очень Это очень Это очень украинский фильм Хотя Фильм на Во-первых Это режиссер Что ты имеешь в виду Очень украинский Он очень украинский В том смысле Что он с одной стороны Общечеловеческий Но с другой стороны Он очень украинский Потому что он о том Что происходит Ну и с нами И с нами сейчас Да, это история о том Как крымский татарин Он везет Тело своего сына Погибшего в зоне АТО Везет его хранить В Крым Ну ему сложно туда попасть Его сопровождает Его младший сын Да, но все это Не переполнено Каким-то Политическим пафосом Подтекстом Это совершенно Потрясающая Пронзительная Человеческая история Это То, о чем Говорит много в Каннах Это лучшее О ролях Ахтема Си Таблаева Да Это Ну то есть Для меня это было Если честно Фильмом-откровением И удивительно Что я обнаружила Что я честно говоря Об этом не знала Что Нариману Алиеву Всего 26 лет Человеку 26 лет 26 лет Он родился В том году Когда я закончила школу Это его полнометражный дебют И в принципе Тот факт Что его отобрали Программу Особый взгляд в Каннах Вот так Это такое Вау И я как бы Не устану Этого повторять Это фильм Который Затрагивает в людях Очень Очень много Ну в хорошем смысле Это очень хорошее кино Из важных рецензий Которые вышли на этот фильм На самом деле Самое важное Вышло в такой Trading Paper Называется Screen Trading Paper Это просто Чтобы опять Вы понимали Это Те самые Журналы Которые читают Прокатчики Продюсеры Те самые Те самые люди Которые ищут новые таланты Вот их несколько Есть Screen Daily Есть Verity Hollywood Reporter И конечно же Screen написал Прекрасную Как с моей точки зрения Рецензию В смысле Очень хвалебную Написал Что Нариман Алиев Один из тех талантов За которыми Нужно следить Да, за которыми стоит наблюдать Screen написал На самом деле Ну Такая Позитивная рецензия Для Screen Это Ну на самом деле Дорогого Дорогого стоит И Screen написал Что Это невероятно Глубокое кино Да Для такого молодого режиссера Этот фильм Купила компания Wild Bunch Это самый большой Ну это дистрибьютор Да Это большой дистрибьютор И поэтому Фильм будут показывать Во всем мире Это тоже очень важно Для украинского кино В общем Это было очень классно Друзья Чтобы вы понимали Сейчас Одесский кинофестиваль Ведет переговоры По поводу того Чтобы украинская Премьера состоялась Именно в Одессе Разумеется Этот фильм покажут В Украине Пока что Мы не знаем точной даты Это была программа Бешеные псы В эфире Радио НВ У нас в гостях Была главный редактор Сайта НВЕ Юлия Магафи Большое спасибо вам Что слушали Проканский фестиваль Спасибо большое Юля спасибо Что пришла Мы вернемся через неделю Пока Радио НВ